Сотрудники третьей поликлиники приглашают пациентов на плановое скрининговое обследование. Эта процедура помогает выявить заболевание на ранней стадии и предрасположенность к нему. Скрининг у нас проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательной социальной медицинской страховании. На скрининговое обследование проводятся целевые группы. Это женщины в возрасте от 30 до 70 лет, не состоящие на диспансерном учете заболеванием рака шейки матки, в дальнейшем для выявления рака шейки матки. Она проводится у нас 4 года 1 раз. Также женщины от 40 до 70 лет проводятся на раннее выявление маммографическое обследование, не состоящие на диспансерном учете рака молочных железы. Обследование проводится 2 года 1 раз. Также мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет проводится обследование на раннее выявление колоректального рака, не состоящие на диспансерном учете заболеванием колоректального рака. В 2022 году оборудование в поликлинике было обновлено. Теперь процедуры проходят более комфортно. Специалисты отмечают, что на обследование приглашаются и мужчины. Также у нас проводится обследование для мужчин с 50 до 70 лет на раннее выявление рака предстательных желез и не состоящие на диспансерном учете заболеванием предстательных желез. С октября прошлого года для жителей сельской местности проводятся дополнительные обследования. Мужчины и женщины от 18 до 70 лет не состоящие на диспансерном учете. А также с 18 до 70 лет проводится на раннее выявление желудочного кишечного тракта и получается заболевание почек. С 50 до 70 лет проводится скрининговое обследование для выявления заболевания с органов дыхания, не состоящие на диспансерном учете, злокачественным образованием органов дыхания и заболеванием туберкулеза легких. По итогам 2022-го охват обследования составил почти 100%. Немало случаев выявления тяжелых заболеваний на ранней стадии. Например, болезнь системы кровообращения у нас был план 2,500, также мы выполнили его 100%. Из них выявлено у нас 78 артериальной гипертонии и 12 сахарного диабета. Дальнейшем так, раком молочных желез у нас был план 3,143, из них обследование у женщин 100%. Также выявлено у нас 282 фиброзных кистозных мастопатии и 4 раком молочных желез. И по раку шейки матки у нас получается план был 3,143, обследовано у нас процентов на 78, из них было выявлено дисплазия шейки матки, получается у 25 женщин и рак шейки матки у трех из них. По колоректальному раку план был выполнен 100%. Из них выявлено в случае один полип получается, и рак прямой кишки один, и из них 12 еще геморроев. Пройти скрининговое обследование можно и по желанию в поликлинике, к которой прикреплен пациент. Более подробную информацию можно получить в регистратуре.